Карачаева Черкесия приняла флаг 100-летия создания подразделений участковых уполномоченных полиции у Кабардино-Балкарии, передала эстафету Адыгеи. Гостей из МВД по Кабардино-Балкарии, сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии и местные жители встретили в селе Красный Курган Малокарачаевского района традиционной чашей ирана и национальной музыкой. Торжественную церемонию передачи флага 100-летия участковых уполномоченных полиции провели под торжественную музыку. Участники отметили важность подобных мероприятий для популяризации службы участковых уполномоченных полиции, организации взаимодействия региональных органов МВД России, а также патриотического воспитания, прежде всего подрастающего поколения. С передающей и принимающей сторон сотрудников полиции поздравили ученики полицейских классов, твердо обещая быть верными Родине и стать достойной сменой. Слово для приветствия. Всероссийская акция «Вода России» – одно из масштабных экологических движений страны. У нас в республике данное мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Территория Эльтаркаческого минерального источника является излюбленным местом отдыха, но, к сожалению, люди не убирают за собой, и в итоге местность бывает завалена мусором. Представители Минприроды Карачаева-Черкесии отмечают, что цель данной акции – сохранение экологии нашего региона. Мы ежегодно занимаем второе место в рейтинге среди всех субъектов Российской Федерации по количеству участников, по протяженности мест, которые мы убираем, рек, которые очищаем и так далее. Сегодня здесь участвуют Министерство природных ресурсов, представители Кубанского лесничества, представители сельского поселения. Одна из причин загрязнения нашей живописнейшей природы – это мы сами. Участники акции собирают весь мусор в специальные мешки. Важно подчеркнуть, что уборка проходит на территории слияния рек Чегет-Тюбю и Эльтаркач. Подобное загрязнение у берегу рек может привести к плохим последствиям. И поэтому мы и выбрали этот участок, отмечают собравшиеся. Очень много всегда мусора, даже если мы убираем на одних и тех же местах, особенно весенне-летний период, мусор накапливается буквально за неделю. За неделю вот такими машинами. Поэтому очень важно, хотя бы за собой, каждый, кто приезжает на Нарзаны, на речку, хотя бы за собой пакетик взяли, выбросили. Благо, министерствам везде мусорные баки поставлены, на каждом выезде везде есть. 123 участника акции дружно убирали мусор, а собранные мешки загружали в специальные машины для перевозки отходов. В экологическое мероприятие внесли свою лепту и молодые волонтеры. Я считаю, что в нашем регионе очень важны такие акции, поскольку нужно сохранять нашу планету, потому что она – это наш общий дом. Хочу пожелать людям, чтобы они убирали весь мусор за собой, чтобы не было потом вот этой вот ситуации. В итоге участники акции «Вода России» собрали 150 мешков мусора. Важно отметить, что более массовая акция, где будут принимать участие все сельские поселения, пройдет 13 октября. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов предложил жителям республики принять участие в конкурсе «Это у нас семейное», посвященном семье и традиционным ценностям. Участниками конкурса могут стать семейные команды из четырех и более родственников, представители не менее трех поколений – дети, мамы и папы, бабушки и дедушки. Каждая семья может рассказать о своей истории, традиционных семейных ценностях, передающихся от поколения к поколению. Наша республика всегда славилась крепкими союзами, большими и дружными семьями, трепетным отношением к старшим и воспитанию детей. Нам есть что показать и есть чем гордиться. Предлагаю каждой семье из Карачаевой Черкесии объединиться в команду, зарегистрироваться на сайте «Это семейное.рф» до 4 ноября этого года и принять участие в конкурсе, тем самым внести свой вклад в сохранение семейных ценностей и представить родную республику на достойном уровне. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok С 1 сентября этого года аптеки обязаны вносить сведения о рецептах в систему мониторинга движения лекарств, а именно указывать номера, коды и дату выписки препарата. Теперь граждане смогут получать или приобретать рецептурные лекарства только при предъявлении бумажного рецепта, оформленного на бланке и подписанного врачом. О том, какие препараты входят в список и какие изменения в будущем ждут россиян, рассказал главный врач Хабецкой ЦРБ Амин Макаофф. Рецептурная выдача препаратов в основном коснется препаратов, которые подпадают под приказ 184Н Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2014 года по лекарственным препаратам, подпадающим под предмет на количественный учет. То есть это наркотические препараты, сильнодействующие препараты, препараты, которые выдаются больным по дополнительному лекарственному обеспечению. Остальные лекарственные препараты, которые отпускают аптеки, также будут отпускаться в обычном режиме, но однако всем нам надо с вами понимать, что в ближайшее время, в течение года-полутора лет, все те лекарственные препараты, на которых написано, отпускается по рецепту врача, это элементанофуросимид, даналгин, диклофенак, эти препараты уже тоже будут подпадать под действие постановления правительства 1556 о мониторнике движения лекарственных препаратов. И при обращении в аптеку фармацевт в обязательном порядке будет требовать от вас предоставления рецепта. Поэтому большая просьба, пока есть период времени, год-полтора года, необходимо все-таки отойти от самолечения и чаще обращаться к врачам, для того, чтобы врач мог менять схему лечения, для того, чтобы врач мог вам выписывать именно те лекарственные препараты, которые вам необходимы. Два человека, две жизни, одна любовь. В отделе ЗАГС Черкеска состоялась торжественная регистрация брака участника специальной военной операции и его избранницы. В чем секрет прочных отношений с военным, узнала Дарья Тендит. Кирилл Колесников еще в детстве решил, что будет защищать родину. Его прабабушка и прадедушка – участники Великой Отечественной войны. Он рассказал, что с раннего возраста ему прививали патриотизм. Он часто смотрел военные фильмы и решил поступить в военное учебное заведение. С мая 2022 года и до получения ранения в феврале Кирилл находился в зоне проведения специальной военной операции. После выздоровления он вернется обратно. После ранения было принято решение, что как только была возможность передвигаться именно с палочкой, не на костыле, будет сыграна свадьба. И родителям у супруги было тяжело достаточно, но справились. У меня работа такая. Я знал, на что я иду. История о любви Кирилла и Софии началась два года назад. Пара мечтала о создании семьи. В мае 2022 года Кирилла мобилизовали. За все это время они прошли через расстояние, долгие ожидания встречи, но все это время их сердца находились рядом. София поделилась, что самое сложное было находиться без связи с любимым человеком. Очень сложно это было пережить, особенно первые месяцы, когда просто нет ничего, ни весточки, ни слышу, ни вижу. Это что-то невероятное просто выйти замуж за человека, которого любишь, у которого такие же чувства, вот я, это счастье, любовь. Ну, во-первых, как бы спокойствие, понимание, что впереди и семейная жизнь, стоит задумываться о детях, как бы будущее. Вопрос, как бы за что сражаться, за будущее, за семью, за дом, за родителей. В этот особенный день молодожены в окружении родных и близких решили узаконить свои отношения. И заветное «да» прозвучало. Готовы ли вы заботиться друг о друге? Прошу ответить жених вам? Да. Прошу ответить невесту? Да. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш прав. Молодожены услышали теплые слова с пожеланиями любви, счастья и благополучия. Трогательная церемония создания семьи прошла в скромном кругу родных и близких. Дарья Тедит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Доме печати состоялась презентация новой книги заслуженного архитектора, члена Союза писателей Карачаева-Черкесии, Султана Айбазова. Книга написана на карачаевском языке, в нее вошли повести и рассказы разных лет. На презентации побывала наша съемочная группа. Подробности смотрите далее. Это не первое издание автора Султана Айбазова. В новой книге под названием «Кара», той написанной на карачаевском языке, раскрывается тема борьбы добра со злом, воспевается красота и сила любви. Отдельно затронута тема депортации карачаевского народа, описывается тяжелое пребывание на чужбине. Выступившие отметили несомненную значимость издания в литературной жизни республики. Книги Султана Айбазова – это явление, которое ждали долго. Не скрою, мне книга понравилась. Я прочитал рассказ «Лочь Таяк», что в переводе означает «трость», «костыль», «палка». Я не знаю, как автор переводит, но, честно скажу, впечатлен. Читал не спеша, тем более, как вы знаете, тема депортации карачаевского народа, она для меня близка. Над книгой работали сотрудники карачаево-черкесского книжного издательства. Компьютерная верстка и дизайн Зульфия Кипкеева и Динара Кубекова, корректор Умар Салпагаров. Они консолидированно приложили усилия для того, чтобы издать ее в достойном виде. Нами приложено очень много усилий для издания этой книги. Были нюансы, которые, как бы, было трудно работать в любом случае. И нелегко с каждой книгой работать, потому что имеет свои нюансы, имеет каждая книга, каждый язык. Ну, мы издали эту книгу, думаю, что и автор доволен книгой, и читатели, которые возьмут эту книгу, в республике, я думаю, эта тема нужна. Сборник рассказов и повесть «Каратлы» – это личные переживания автора и воспоминания соотечественников, переживших депортацию. По признанию коллег, невозможно читать проникновенные строчки без содрогания и слез. А для самого Султана Айбазова это очередной этап творческого пути писателя. Издание этой книги значит очень многое, потому что, как для любого писателя, каждая книга – это его этап роста. И то, что книга войдет читателям, это очень важно, потому что это будет там пятим стимул, чтобы дальше расти, потому что, как любой специалист, как любой человек, автор не может никогда стоять на месте. Должен быть рост. И вот это должно сопровождаться последующими-последующими книгами. Много теплых слов и добрых пожеланий высказали выступившие на презентации в адрес Султана Айбазова. Пожелали автору дальнейших ярких творческих успехов. Мурат Жантьозов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»